Всем привет! Меня зовут Аня, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как подготовить 3D-модель для стока. И первое, что нужно сделать, это удалить все лишние объекты из сцены, а именно это камеры, источники света, какие-то вспомогательные элементы. Все это мы вычищаем, оставляем только одну модель. Затем ее нужно поместить в нулевые координаты по всем осям. Желательно, чтобы пайвот модели находился на нижней ее границе. Например, как здесь. Если мы поставим диван в любую другую сцену, он будет стоять на полу, а не посередине него. На сетке модели не должно быть вывернутых полигонов, разрывов или прочих артефактов. Обязательно нужно убедиться, что в настройках программы стоят миллиметры, это очень важно. Делаем Reset X-Form, находится это здесь. Все модификаторы нужно сколлапсить, а геометрию перевести в детполе. Если в сцене используются какие-либо группы, то нужно их разгруппировать. Пути к текстурам необходимо очистить. Делается это очень просто. Заходим в этот раздел, ищем Bitmap Photometric Path и нажимаем здесь. Все текстуры должны располагаться в одной папке. Текстуры, а также сам файл 3D Max'а должны называться английскими буквами. Никакой кириллицы мы не используем. Сохранять модель лучше всего в самой ранней версии, которая возможна. Самая поздняя версия — это 2018 года. Не забываем экспортировать файлы FBX и OBJ. OBJ имеет файл MTL, его мы оставляем. Удалять его не нужно. Превью модели лучше всего делать на белом, сером или черном фоне, без использования каких-либо градиентов. При подготовке визуализации модели необходимо следить за тем, чтобы освещение в сцене было нейтральным. Это позволит избежать каких-либо цветовых искажений. Например, если вставить вот такую розовую лампочку, то все цвета очень сильно исказятся. Что же касается обработки в фотошопе, то здесь также нельзя накручивать сетокоррекцию, делать размытие и прочее. Но можно закомпоновать и вставить, например, вот такие образцы цвета. Не забываем также подготавливать сетку модели. Ну и, конечно же, на превью, кроме самой модели, не должно быть каких-либо логотипов, знаков и текста. В архиве должен находиться сам файл 3D Max, папка с текстурами, файлы экспорта FBX и OBJ с файлом MTL. Превью в архив мы не добавляем. На разных стоках есть свои ограничения по весу архива, поэтому здесь нужно смотреть в правила того стока, куда вы хотите загружать свою модель. Ну и последнее, формат архива — это RAR или ZIP. Вот такие простые правила, а на этом у меня все. Всем пока!